Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем на Родин РП Центральный Округ. Моник здесь Кирилл под Булови. Не забывайте вводить Моник в регистрации. И сегодня Моник и пройдет третьего уровня. Я получу 250 тысяч и 150 тысяч, а как бы дам вам. Также можете вводить мой промокод на шестом уровне. За него вы получите очень даже неплохие плюшки и деньги. Но сегодня, как вы поняли, у нас будет новая серия. И в этой серии я хочу затюнговать свою новую машину. Кто не смотрел предыдущую серию, советую всем посмотреть. Там, в принципе, я ее купил. И также я в той серии подарил рыжику Lexus. Все, пацаны, желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Итак, пацаны, вот я, короче, доехал до нашей Audi RS7, потому что я ее припарковал и потом забыл ее забрать. Короче, пацаны, вот такая вот Audi получается. Вот, Мур 322. Конечно, номера не фулба там какие-то. Если было бы хотя бы Мур 333, либо 322, было бы, конечно, по кайфу. Но так, такая вот обычная машина со спойлером. Я, кстати, думал купить пацановую машину для, получается, политушек. Но мне нужна машина именно с лаунч контролем. Как бы у Мустанга у меня есть вот с лаунч контролем. Но как-то мне кажется, он и мне надоел, и вам надоел. И можно было бы купить что-то другое. Поэтому давайте сейчас заедем на рынок, чисто я так быстренько посмотрю. Возможно, здесь есть какая-то машина с лаунч контролем, кроме Ламбы, в принципе. Так, здесь у нас, получается, есть Dodge, но он без лаунч контроля. Есть Ламба. Но Ламба, блядь, стоит очень много денег. 37 миллионов, это очень много. Но, блин, с лаунч контролем вообще, походу, машины не продают. Потому что, ну, я не видел вообще машин с лаунч контролем, кроме вот Ламбы, допустим. Короче, купить здесь, я так понял, нечего. Поэтому давайте сразу отправимся в тюнинг и будем делать из этой машины просто ядерную конфетку какую-то. Потому что у нас сейчас она такая, знаете, обычная, белая, просто есть спойлер и всё. А хочется её сделать яркой, красивой и быстрой. Поэтому именно сейчас мы поедем, короче, в ИС-100 и потратим на неё, думаю, немало денег. Но я думаю, оно того будет стоить. Так, пацаны, всё, я приехал к ИС-100. Блин, я думал, она полная приводная, она, оказывается, заднеприводная. Конечно, диски у неё стоковые тоже неплохие. Но если будут нормальные диски на неё, ну, по размеру я им введу, то я поставлю на неё диски. И, может быть, сейчас винил ещё поставлю. Давайте я вам покажу, что вообще в ней есть, в принципе. Ну, что по тюнингу именно. Вот, комплектация автомобиля. У меня стоят кримические диски, трёхпоршневые тормоза, чип-тюнинг уровня третьего, крылья двери из углепластика. И больше ничего в ней нету. Максималка у неё 207 километров. Но я хочу сделать прям полный тюнинг и стробоскопы поставить. Автолок я ставить, скорее всего, не буду. А вот стробоскопы я бы поставил. Ну, я не знаю, убирать спойлеры нет, типа, ну, пусть пока стоит, как бы, потому что он всё-таки стоит денег. И не хочется, как бы, терять деньги на этой машине, потому что, ну, возможно, в будущем я потом её продам. Так, вот, я вижу, на неё есть винилы. 1 миллион, лямб 500, 2 миллиона. Ну, в принципе, можно вот такой вот космос поставить, конечно. Ну, какой-то цвет подобрать, типа, на него. В сравнении для вашего транспорта у вас нет дисков. А, у нас нет дисков. Короче, диски на неё поставить нельзя. Поэтому ставим винил какой-то. Вот так, если розовый добавить, она будет вот такого вот цвета. Давайте, я думаю, купим. Всё, я успешно установил. Выезжаем. Ну, бля, уже совсем другое дело, пацаны. Надо будет ещё и домой припарковать, но это попозже. Так, улучшение деталей и дополнительное. Окей. Так, давайте теперь займёмся вот этим тюнингом. Так, трансмиссия. Что нам даёт трансмиссия? Так, усиление максимальной скорости на 9 единиц. Ставим. Идём дальше. Так, подвеска. Что нам даёт подвеска? Так, усиление выносливости больше хп авто. Ну, давайте тоже поставим. В принципе, думаю, лишним не будет. Так, резина. Резина нам даёт максимальный разгон. Это тоже важно. Тем более, 90 тысяч, это не так уж и дорого. Так, сцепление. Что нам даёт сцепление? Усиление разгона автомобиля V8. Точнее, V4. Так, всё тоже ставим. И я хотел ещё поставить, знаете что? Стробоскопы. Вот автолок я, скорее всего, не буду ставить. А вот прям стробоскопы можно поставить. Теперь, пацаны, у нас как бы, ну, максимальный тюнинг полностью. Да, пацаны, максималка увеличилась всего лишь там, ну, на 9 километров. Но зато у нас будет ей разгон хороший. И давайте сейчас это всё потестируем, посмотрим. В принципе, нитро на ней, кстати, уже стоит. Поэтому мне не придётся тратить деньги ещё на нитро. Ну, блин, она, конечно, едет не так уж и быстро, как я думал. Вот, останавливаемся. И с места давайте тапнем. Так, с места. Ну, она с нитром просто едет быстро с места. А без нитра, мне кажется, она будет не так быстро ехать. Ну, в принципе, ничего страшного. Ну, внешка мне её нравится. Ну, конечно, диски тебе тоже хорошие, но я бы хотел, знаете, там, какие-то, может быть, Хаммоны поставить, либо Вотсоны на неё, чтобы они были в такого же размера, как стандартные диски. Только, ну, другие поставить какие-то было бы реально круто. Какая-то авария произошла. Если честно, мне, что Ауди РС7 нравится, что Ауди РС6 нравится. Ну, как-то РС7 такая, ну, знаете, более злая такая выглядит. Как-то РС6 более такая миленькая выглядит, именно сама моделька. Я просто раньше на родине была РС6, я не знаю, есть ли она сейчас, скорее всего, нету. А вот РС7, она такая симпатичная, номер здесь висит вот так аккуратненько, красиво. Ну, да и сама она тоже симпатичная, типа, такая оптика у неё красивая сзади. Салончик, в принципе, тоже неплохой, там, РС7, все дела. Но я считаю, мы реально топчик сделали, и потратил я около где-то, ну, двух миллионов. Минил стал мне один миллион, и я ещё тюнинг сделал полный почти. Это тоже вышло там около миллиона. Поэтому два миллиона у нас ушло именно на тюнинг этой машины. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои идеи в комментариях, что можно поснимать на родине. И всем пока-пока.